В 2019 году в школе номер 26, которая расположена в Гребнево, в рамках федерального проекта был открыт образовательный центр «Точка роста». В учреждении появились оснащенные современным оборудованием класса. Это дало возможность ребятам заниматься робототехникой, конструированием, программированием и многим другим. Даже занятия по ОБЖ теперь стали проходить в более интересном формате, ведь в школе появилось все необходимое для изучения этого предмета, в том числе оказание первой медицинской помощи. «Точка роста» дала возможность развитию различных программ дополнительного образования. Одним из развивающихся направлений стала медиасфера. Очень рада, что у нас ребята проявили инициативу, стали участвовать в нашем медиапроекте. То есть это сначала у нас как медиа-центр был, да, мы газету выпускали. В этом году мы решили организовать такой небольшой телеканал, чтобы информировать обучающихся, их родителей и общественность о тех мероприятиях, которые проходят у нас в школе. День знаний, встречи с интересными людьми, обо всем, что состоялось в сентябре, ученики рассказали в своем репортаже. Руководством школы было принято решение отправить первый материал телестудии на региональный конкурс юных журналистов и команд школьных СМИ «Юн-Медиа». Он проходит в Подмосковье ежегодно, оценивала работы компетентная жюри, в состав которого вошли профессиональные журналисты, филологи, педагоги с многолетним опытом работы, а также студенты высших учебных заведений. Было подано свыше 200 заявок на участие. Стоит отметить, в этом году география конкурса расширилась, и свои работы прислали школьные газеты, радио и телеканалы из Курска, Санкт-Петербурга, Владивостока и других городов. Награждение победителей состоялось в формате онлайн-конференции. Всех участников поприветствовала председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышева. Ну, то, что конкурс выходит за пределы региона, это естественная история, потому что журналистика границ не имеет. Это первое. Второе. Медиа сегодня, сфера медиа, это такая отрасль, где работают не только редакторы, не только журналисты. Это я обращаюсь к нашим юным участникам этого онлайн-совещания. И вы, ребята, можете найти себе в сфере медиа любое интересное дело. Победители были определены в нескольких основных номинациях. Так, сюжет школы номер 26 стал лучшим среди дебютантов. Добиться такого результата уже в начале творческого пути хороший стимул, как признались и сами ребята, и их руководитель. Мы очень старались, очень переживали. Получилось, попробовали отправиться на конкурс. И вот такой результат, который нам дает большой толчок, мотивацию. Мы счастливы, что с первой работой мы смогли чего-то добиться. Что я это делал не зря. Я надеялся, что мы попадем куда-то, но и так. Всегда везде надо надеяться, надежда умирает последним. Вот моя надежда оправдалась. Школьная телестудия и далее планирует освещать интересные мероприятия, встречи, творческие конкурсы, которые проходят в стенах учреждения. На этом юные журналисты не собираются останавливаться. Они готовы к новым проектам, но каким именно, держат в секрете. В любом случае, все материалы появятся на ютуб-канале и страницах школы в социальных сетях.